Последние штрихи к капитальному ремонту. Подрядчики, занимающиеся благоустройством дворовой территории по улице Космонавтов 3640 и 40А, вышли на финишную прямую. Проконтролировать, насколько добросовестно поработали строители, прибыли представители регионального отделения партии «Единая Россия». Это уже их второй визит. У жителей домов было несколько замечаний касаемо благоустройства. Их не устроило качество асфальтового покрытия, а также отсутствие прорезиненного антитравматического ковра на детской площадке. Горожане написали жалобу депутатам Народного собрания от «Единой России». Через несколько дней все недочеты подрядчикам были устранены. Асфальтовое покрытие пришлось полностью перекладывать и уложить антитравматический ковер. Сейчас очень хорошо его делают. Добросовестно. Ну, надо сказать спасибо. Мэрии, надо сказать спасибо. Мэрии за то, что они подключились. Спасибо огромное. Конечно, мы довольны. Я не против ничего, потому что мы этого ждали 26 лет. Нам сделали. Я всем довольна. Просто-напросто. Вот это и водители виноваты, я понимаю. Потому что говорящим, они гав-гав-гав-гав, машины дайте высохнуть, ленточку повесите, блоки поставьте, говорят. И, пожалуйста, еще одно просто. Убрать вот эту песочницу. Вы видите, что тут творится? Ни одна мамаша не хочет убирать за собой. Смотри, если по проекту должна быть песочница здесь, ну вот вы говорите убрать, а мамаша следующая придет, начнет. Почему? На встрече жильцы выразили слова благодарности в адрес партийцев, мэрии города Черкеска и строителей, которые пошли им на встречу и оперативно устранили проблемы. Кроме того, они поблагодарили строителей за подарок, спортивную площадку, которая не была предусмотрена изначально проектом. Далее вопросы, касающиеся благоустройства дворов, были обсуждены на заседании с более расширенным составом участников. Руководитель исполкома регионального отделения партии Руслан Джамбаев подчеркнул, что чаще проблемы связаны с тем, что жильцы уже в ходе капремонта начинают носить свои предложения. Хотя все проекты заранее с ними оговариваются. Вопрос в том, что сегодня нас слышат, и мы слышим друг друга. И те вопросы, которые сегодня решились и решаются дальше, они решаются, потому что на встречу идут и подрядчики, и мэрия. И партийный контроль берет это все во внимание и жителей, где понятно, что на эмоциях это где-то происходит, но мы объясняем. И очень я рад тому, что, допустим, на примере города Черкеска, Игорь Ихеевич, и другие подрядчики, в принципе, фамилии не буду говорить, каждый максимально все, что возможно, в своем дворе пытается сделать. Программа «Городская среда» работает уже четвертый год. В общей сложности на территории Карачева-Черкесии обустроено 289 дворов, 103 общественные территории и 12 парков. В целом люди довольны качеством и темпами благоустройства, но есть вопросы, которые требуют внимания. На этом заседании партийцы говорили и о необходимости аттестации подрядчиков. Ведь сегодня можно наблюдать, что не все благоустроенные дворы схожи и по дизайну, и по качеству используемых материалов. Одни бригады строителей постарались на славу, а другие не доработали. Если подрядчик допускается к этой работе, он должен определенный стандарт, на мой взгляд, поддерживать. Чтобы не было понимания того, хорошо нам попался этот или этот. В этой связи, я думаю, проводить аттестацию. Участники заседания предложили пересмотреть и правила отбора дворовых территорий. Минувшие годы благоустраивали те дворы, жильцы которых успели подать заявки. Депутаты считают, что при формировании следующей очереди нужно первоначально учитывать состояние двора. Надо ремонтировать те, которые находятся в плачевном состоянии. Прозвучало предложение также закрепить за каждым участком ответственных лиц, которые контролировали работы во дворах от и до. Желательно, что мы планировали, каждый депутат города закреплен за отдельным участком. Он должен знать, что у него в каждом дворе делается. Вот к чему мы должны пройти. Вот тогда и выборы пройдут, и люди увидят своих депутатов. То, что пусть они обращаются к депутатам, а депутаты делают ноги, идут во власть не граждане, вот там отбивать пороги мэрии, а как раз депутату это чуть-чуть проще сделать и депутатам парламента, и депутатам городской думы. Кроме того, можно наблюдать, что некоторые благоустроенные дворы приходят за пустением. Жильцы должны понимать, что это их имущество, и они должны ухаживать за ним. Созданная с таким трудом красота должна сохраняться. Фатима Куршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели.